По итогам переговоров между премьер-министрами Казахстана и Кыргызстана создана рабочая группа под председательством их первых заместителей. Ее участники в течение пяти рабочих дней должны разработать совместную дорожную карту. Завершились переговоры с официальной делегацией Кыргызстана во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. Это была представительная команда в составе порядка 30 человек, что позволило провести детальный разговор по широкому спектру экономических вопросов. Визит состоялся по итогам телефонного разговора, который состоялся по инициативе Кыргызской стороны накануне. Какие вопросы были обсуждены на сегодняшней встрече? Во-первых, мы обсудили проблемные вопросы двусторонних экономических отношений. Они касаются взаимодействия наших стран в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля. Также были рассмотрены проблемные вопросы, касающиеся таможенного и налогового администрирования с учетом соответствующих норм и правил Евразийского экономического союза. К примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверного декларирования кыргызскими импортерами товаров из Китая при транзите через территорию Казахстана, из-за чего мы несем прямые убудки, и кыргызская сторона сегодня согласилась с поставленными нами вопросами. Также премьер-министр Кыргызстана гарантировал конструктивный подход к решению проблем, связанных с выполнением Кыргызстана своих обязательств, а также с соблюдением экономических интересов пространства Евразийского экономического союза. Второе. По итогам наших переговоров принято решение о создании рабочих групп под председательством первых заместителей премьер-министров Казахстана и Кыргызстана. Рабочая группа должна в течение пяти рабочих дней разработать соответствующую совместную дорожную карту. После принятия дорожной карты стороны обязуются обеспечить полное выполнение достигнутых договоренностей. Также мы договорились, что уже начиная с нуля часов 19 октября этого года будет обеспечен приоритетный порядок пресечения государственных границей между нашими странами, особенно это касается Курдая, для физических лиц с личным багажом, автотранспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, легкового транспорта, а также порожных грузовых автотранспортных средств. 10 октября на казахстанско-кыргызской границе началась плановая проверка. Ее цель – не допустить ввоза на территорию Казахстана, а как следствие и всего ЕАЭС – контрабанды и зараженных продуктов. Во время проведения мероприятия также проводились и проверки соблюдения миграционного законодательства. За неделю сотрудниками специальных служб были заражены около сотни. Задержаны около сотни нарушителей, выявлено множество попыток провоза в республику контрабанды и зараженных фруктов и овощей. Для законопослушных граждан препятствий в пресечении границы не создавалось, проверка занимает около трех минут. Также беспрепятственно могли провозить грузы и предприниматели, не имеющие разногласий с законом. На границе работает наша съемочная группа, мы продолжаем следить за ситуацией.